Из книги «Открытым оком», том 8, вопрос 2020. Взаимоотношения. «Какие-то жития вызывают у вас антипатию?» – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Просто я примеряю бывшее тогда на сегодня, даже и не к себе, а к любому из знаемых мною и вижу, что святую Ефросинью сегодня обходили бы за семь верст. Она была буквально одержима идеей всех омонашить, она искренне понимала, что нужно постричь, уневестить, запрятать, и потом им хотя бы сегодня умереть можно. Кроме своей идеи всех сделать инокинями, она ничего, выходит, не имела, и даже похоронить себя она желала в мужском монастыре. Это никакому здравомыслящему человеку не придет в голову. Значит, при всех своих массовых постригах она не имела уверенности в наследии Царства Божия и потому еще раз решила экстравагантным ходом приблизить желаемое спасение к себе после смерти. Верить просто по Евангелию Христову, по Божьим обетованиям она и понятия не имела. А тот, кто ее житие пишет и печатает, то так и думает, что ее жизнь, ох, как угодно Богу. Такая уж она миссионерша, что всех невестами Христуса делала. И нет таких житий подобных более, но ее причислили к лику святых, хотя она была одна из миллиона, быть может, таких, но она была истовым фанатиком этой неевангельской идеи и брала приступом души одну за другой, не взирая ни на вопли родных, ни на скорбьих, ни на каноны, ни на выбор и свободу. Обольщением, словами, игрой на вещах простых и ненужных, она навсегда закабаляла эти души и делала их жалкими рабами несвободы. Сохрани Бог быть таким человеком тому, у кого есть понятие об Евангелии. Она должна быть только под запретом за нарушение многих канонов церковных и Библии. Но она же в монастырь всех привлекла и увеличила число инокинь, поэтому ей все остальное переводится в статус святости. На этом житии хорошо видно состояние русских православных, что они ничегошеньки не понимали ни в Писании, ни в канонах, и даже в монастырях шли напропалую, напролом, лишь бы затянуть человека в невесты, в кавычках. Постричь. Цель оправдывает средства. Ложь, обман, хитрость – это наш арсенал? Хотя это житие отнимет много места в книге, но ради пользы приведу его почти полностью. Псалом 118 и 113. «Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю». Ефросинья, память, 23 мая. Будучи с самых юных лет обучена грамоте, Ефросинья усердно изучала Священное Писание и прочие душеспасительные книги. Из Священного Писания она и научилась страху Божию и усердной любви к Богу, Создателю своему. Однако отец Ефросинья решил выдать ее в замужество за одного князя, хотя бы против воли ее. Когда Ефросинья узнала об этом, то тайно от всех ушла в женский монастырь, к блаженной игумене и княгине Романе, и начала усердно просить постричь ее в образ иноческий. Ефросинья имела твердое намерение постричься для сохранения девства и приобретения Царства Небесного. Когда родители блаженной от Раковицы узнали об этом, узнали обо всем происшедшем, то преисполнились великой скорби и тотчас направились в тот монастырь. Увидав здесь дочь свою в иноческом образе, они предались неудержимому плачу. Спустя некоторое время преподобная послала сказать отцу своему, пусти ко мне сестру мою Градиславу, дабы я обучила ее святым книгам. Отец отпустил Градиславу. Святая Ефросинья научила младшую сестру свою чтению книжному и, поучив ее многими душеспасительными беседами, уневестила ее Христу, так как побудила ее принять образ иноческий с именем Евдокии. По прошествии некоторого времени отец Ефросиньи послал сказать ей, отпусти к нам сестру твою. Ефросинья же отвечала, пусть она побудет еще некоторое время со мною, так как не вполне изучила еще Писание. Однако родители Ефросиньи в скором времени узнали о пострижении и другой дочери своей. Происполнившись гнева, они пришли в монастырь и с горечью сердечной сказали, блаженной Ефросиньи, «О, дочь наша, что ты сделала с нами? Ты прибавила к старой печали нашей еще новую печаль, и к одной скорби еще новую скорбь. Разве недостаточно было тебе оставить нас? Вот ты и другое чадо наше, дорогое для нас, отняла у нас. Для этого ли мы родили вас? Для этого ли мы воспитывали вас? Для того ли мы родили вас, чтобы вы ранее смерти своей заключились, как в гробе, в этих черных ризах, водворились в монастыре и лишили нас тех у тех, которых мы ждали от вас?» В скором времени к преподобной Ефросиньи пришла княжна Звенислава, ее родственница, дочь дяди ее Бориса. Звенислава принесла к преподобной все свои драгоценные одежды, приготовленные к бракосочетанию, и сказала блаженной, «Госпожа и сестра моя, я вменяю ни во что все драгоценности мира сего. Эти брачные украшения я даю в церковь Спасителеву, а сама желаю уневестить себя браком духовным Господу и Богу моему и преклонить голову свою под благое и легкое иго его». Преподобная Ефросинья приняла ее с радостью и тотчас приказала постричь ее на рекшее ей имя Евпраксии. Между прочим, к Ефросиньи пришел любимый брат ее Вячеслав вместе со своей супругой и детьми. Поклонившись ей, он сказал со слезами, «Госпожа, сестра и мать моя, для чего ты хочешь теперь оставить меня? Для чего оставляешь ты нас, светочам моим и руководительницей жизни моей?» Святая же отвечала, «Не оставить я хочу вас, а хочу помолиться о себе и о вас на тех святых местах». Когда блаженная Ефросинья окончила духовную беседу с братом своим, то приказала ему оставить двух дочерей его, Киринию и Ольгу, у сестры своей Евдокии. Ибо блаженная Ефросинья имела такой дар духовный, что на кого взирала очами своими, тотчас узнавала, есть ли в нем дух добродетели и может ли он быть сосудом, избранным для Господа. Таким-то образом она и знала наперед, что те две юные отраковицы, дочери брата ее, добродетельно ее жизнью своей угодят Христу. Когда Вячеслав ушел от Ефросиньи, святая сказала дочерям его, «Я хочу обручить вас жениху бессмертному, дабы ввести в чертог Царствия Небесного». Отраковицы же те, усладившись ее богодухновенную беседою, умилились душою и, припав к ногам ее, сказали, «Да будет воля Господня, пусть твоя святая молитва устроит о нас, как тебе будет угодно». Ефросинья, радуясь духом своим о добром намерении отраковиц тех, поучала их душеспасительными беседами и воспитывала в сердцах их любовь ко Христу. Затем, спустя некоторое время, Ефросинья призвала брата своего Вячеслава и сказала ему, «Я хочу постричь твоих дочерей, дабы они были невестами Христовыми». Но Вячеслав возмутился духом от слов ее и сказал ей, «Госпожа и мать моя, что это ты замыслила сделать со мною? Ты хочешь присоединить к одной скорби моей еще и другую скорбь? Ты хочешь, чтобы я плакал прежде всего ради твоего удаления от нас страну далекую? Затем ты хочешь, чтобы я плакал ради детей моих, будучи лишаем их утехи?» Супруга же Вячеславова, мать тех отраковиц, сокрушалась еще более своего мужа и весьма много и долго рыдала. Однако Вячеслав и его супруга не осмелились противиться словам блаженной Ефросинии, так как принимали слова ее, как бы слова самого Христа, и знали, что она была истинной рабой Христовой и достойным вместилищем Святого Духа. Вслед за тем Ефросиния попросила бывшего тогда епископом Дионисия прийти в монастырь, ввести отраковиц в церковь и постричь их. При этом Киринии было наречено имя Агафии, а Ольги – Ефимия. Потом епископ благословил их благословением святых отцов и матерей от века Богу угодивших. Желала блаженная Ефросиния быть и на Иордане, но уже не могла идти туда по причине недуга своего. Поэтому она послала на Иордан брата своего Давида и Евпраксию. Возвратившись оттуда, она принесла ей воды Иорданской. Святая приняла воду ту с великою радостью и благодарением. Она испила воды той и окропила ею все тело свое. Затем, возлегши на постель, сказала, «Благословен Бог, просвещающий и освещающий всякого человека, грядущего в мир». Во время той болезни имела преподобное видение ангельское, причем ей было возвещено от Бога и облаженной кончине ее. И об уготованном для нее покое. И возвеселилась святая душа о Боге, спасителе своем, хваляя и прославляя его за многие его благодеяния. Затем святая послала в Лаврус святого Саввы спросить архимандрита и братью о том, нельзя ли дать ей там место для погребения. Они же отвечали, Есть общежительный монастырь Феодосиев, построенный во славу и честь Пресвятой Богородицы. Там почивают многие святые жены, там почивает и мать святого Саввы, и мать святого Феодосия, и мать святых бессребренников, Феодотия и многие другие честные жены. Там подобает быть похороненной и блаженной Ефросине. Преподобная, услыхав такой ответ, возблагодарила Бога за то, что тело ее будет положено вместе с мощами святых жен, и тотчас послала в обитель преподобного Феодосия с просьбой приготовить место для погребения. Иноки монастыря того указали на место при церковном притворе и устроили гроб для погребения святой. Большинству людей приятны детки, внуки непослушные младенцы. Что полезное, дают им из пипетки шоколадки в рот от жалких пенсий. Прыгают телята и ягнята, ласковый котенок и щенок. Только глупым вовсе непонятно, вырастут, кому дадут пинок. Собственная жизнь у этих старцев вовсе не евангельская была. Без заботы о небесном царстве провертелась бабка, как ела. Спохватились, страхи оглянулись, кинулись к духовности, к мощам. Изо всех щелей полезла дурость, охи, вздохи днем и по ночам. Дети, невоспитанные в Боге, институты кончили, женились. К мудрым неистертые пороги и во всем духовном только хилость. Совесть осуждает так неглядно, наглядно за детей, повенчанных с безбожьим. Понимают, прожили неладно, жизнь брели слепые бездорожьем. И теперь последний шанс на внуках – отыграться, воспитать как надо. А оказалась трудная наука, веры надо и ума палата. Вот и засюсюкали к желанным. Угодить родным, развеселить, вырастут альфонсы и путаны, хлипкие сварили кисели. Пощадите будущее деток, раньше их с постели поднимите. Жить в суровом мире, а не где-то. Со Христом, с Писанием породните. 23 июня 2003 год. Игнатий Лапкин.